здравствуйте сегодня мы поговорим с вами о искусственном интеллекте как альтернативе действующей системе в данном случае я имею ввиду систему власти систему управления ее сложно назвать системы управления больше скорее всего это все-таки система насилия порожденная желанием человека властвовать насиловать грабить паразитировать за чужой счет вот итак давайте представим с вами будущее лет так через 2025 может быть даже раньше мы с вами все находимся в красивых домах мы счастливы у нас есть персональные помощники цифровые ассистенты некая сеть которая объединяет нас всех цифровая коммуникация очень легкая без манипуляции пропаганды у нас есть общая виртуальная среда в которой мы можем делиться знаниями братьев огромный клан дайк знаний и всем этим помогает нам управлять машина машина искусственный интеллект неживая машина это просто наш помощник это некая система которая способна очень быстро оперативно собирать информацию давать свои отчеты говорить нам как нам лучше сделать потому что потому что если мы сделаем так то это придет таким следствием к таким последствиям вот негативным действиям и тому подобное и так может ли человек на сегодняшний момент обладать такой информации обладать огромным количеством знаний и использовать эти все знания для того чтобы не делать людям плохо делать обществу плохо перестать воевать за ресурсы мы все люди мы живем на одной планете мы все генетически похожи даже несмотря на то что у нас есть различия по коже говорим на разном языке это все равно нас всех делают людьми и вот то будущее про которое я говорю представьте через 20-25 лет нам помогает машина упразднить эти все наши негативные действия которые возникли из-за просто глупого непонимания отсутствия собранной информации о том что мы все люди мы все хотим хорошо жить и мы не знаем как нам распределить грамотные ресурсы чтобы мы все могли жить потому что существует власть существуют в нашей стране допустим в украине олигархи которые решили что мы будем забирать себе все люди это наша обслуга наши рабы пусть себе пашут за гроши с машиной такое возможно когда все прозрачно когда вы зашли у вас вся информация перед глазами откуда произведен товар как он оказался на ваших полочках в магазине из чего вы его готовите его состав где даже произведены были если ваша одежда это синтетика или это натуральная натуральный хлопок вот какие краски все может вам машина помочь сделать она может вам молниеносно дать ответ уровень качества уровень доступности она может машина помочь обработать так данные которые сейчас есть чтобы не было неправильного распределения ресурсов и смысл в том что в будущем искусственный интеллект это супер помощник который будет помогать вам во всем а главное он сможет помочь изменить систему государственного управления сделать ее не основанной на власти на насилие на паразитизме а основанной на простом человеческом желании хорошо жить и ваша хорошо жить будет передана компьютеру этому искусственному интеллекту как команда к исполнению с определенными конечно ограничениями чтобы это не нарушала свободу выбора других людей их желания и компьютер способен это все проанализировать и принять то решение которое вы одобрили и сказали что да мы согласны и вот это вот будущее которому мы хотим прийти когда машины помогут нам так организовать весь процесс чтобы все ресурсы были грамотно распределены чтобы всем хватало еды чтобы не было у детей горе из-за войны когда один дядька решил забрать у 2 дядьки деньги или ресурсы для того чтобы жить лучше чем все остальные нет я не против того чтобы кто работает тут лучше зарабатывает и больше имеет нет я про то что даже самый незащищенный класс общества должен достойно жить потому что есть права человека и нужно с ними считаться и вот это будущее про которое вам говорю мы уже сейчас строю и мы вас всех призываем присоединиться к этому процессу и начать это будущее уже сейчас начать процесс трансформации тех уже базовых технологий тех знаний которыми мы обладаем той модели которую мы перейдем через 20 лет когда нам всем будет в нашей стране жить хорошо с вами был артур гончаров венимся в следующих передачах до свидания а